Покинут населенный пункт. Нарастает угроза полного размытия дорог. Это сообщение уже который день слышат жители Устешимского района. Ситуация с паводком продолжает ухудшаться. Иртыш вновь поднялся. Сейчас уровень воды 935 сантиметров. Это критический показатель. Сельчан эвакуируют. Свои дома покинули уже 2000 человек. Прошу сегодня органов внутренних дел кратно усилить. 7 автомобилей запускайте. Пусть они в течение 4 часов до обеда ездят по улицам и оповещают гражданам. На месте делегация облправительства. Совещание каждый день. Здесь не только профильные чиновники, но и спасатели, представители сельских и районных администраций, правоохранители, волонтёры. Напомним, в опасных зонах введён режим чрезвычайной ситуации. Однако в некоторых домах всё ещё остаются люди. Информационная кампания усилена. Внимание! В связи с превышением критического уровня воды в селе Устешим будет отключено электроснабжение. На столе Азина рекомендуется покинуть населённый пункт. Сельчанам предлагают временно разместить домашний скот на площадке местного аэропорта и нефтебазы. Здесь организуют дежурство. Ветеринары будут следить за состоянием животных, кормить их и обеспечивать безопасность. Сейчас идёт обход подворный. С каждым индивидуально проговорим, что делать со скотом. В Устешимском районе потоплено более 400 жилых домов и около 800 приусадебных участков. Детей, женщин, пенсионеров и маломобильных граждан перевезли в Теврийский, Знаменский, Тарский, Большереченский районы и Омск. Здесь готовы пункты временного размещения. Мы готовим питание, чай горячий, питание для водителей, которые везут гуманитарную помощь. Сейчас приготовим макароны по-флотски будут водителям и чай. Транспорт, еда и ночлег – далеко не всё, что предлагают сельчанам. Губернатор Виталий Хаценко распорядился выплатить пострадавшим от паводка материальную компенсацию. Размер определяется индивидуально. Деньги начнут поступать в ближайшее время.